И мы перейдем к комплексу «Софистик». Мы приглашаем сюда наших гостей. Это Владимир Лалина, руководитель Центра компетенции «Софистик» и Алексей Савченко. Пожалуйста, доклад по динамическому расчету системы здания «Фундамент основания» на действия гармонической нагрузки. Так, сейчас мы скинем презентацию. Уважаемые коллеги, слышно меня? Раз, два, три. Чуть погромче. Так лучше? Лучше, да? Мы представляем Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Один из центров компетенции по программе «Софистик». И вот пока тут устанавливает оборудование несколько общих слов. Программа «Софистик» как раз и предназначена для решения задач совместного расчета сооружения с основанием. Вот в прошлом нашем выступлении, которое было в прошлом году осенью, мы как раз рассказывали о моделях грунта, которые заложены в программе «Софистик». И показывали, что с помощью этих моделей можно промоделировать результаты и одноосных, и трехосных испытаний. И тем самым, с точки зрения наличия таких моделей, значит, программа «Софистик» не уступает по своим возможностям ни одной другой существующей в настоящее время программе, в которой проводятся расчеты с учетом реальных физико-механических свойств грунта. А сегодня наше сообщение будет посвящено просто рассказу о том, как решать вот такую вот задачу, название которой здесь написано. Значит, цель этого сообщения какая? Ну, во-первых, показать, что программа «Софистик», естественно, может решать эту классическую задачу. И рассказать, насколько это сложно или просто. Так, тут нормально видно. Нормально видно. То есть, я расскажу, что нужно для этого сделать, ну, а насколько сложно или просто, это уже как бы каждый решает сам для себя. Так, значит, пример задачи, которую я буду рассказывать, это чисто как бы модельная задача, просто которая составлена для того, чтобы показать возможности «Софистик». Значит, это каркас сооружения, стоящий на фундаментном плите и с учетом массива грунта, расположенного под ним. Значит, на том, как задавать саму расчетную схему, я останавливаться не буду. Об этом много раз слышали те, кто как бы интересуется этой программой. Непосредственно перейду. Так, вот я не могу начать. Вот у меня показ сначала. Ну, вот это повторяю, я пропускаю. Тут как бы стандартные операции для тех, кто хоть немножко знаком с этой программой. Значит, вот массив грунта, фундаментная плита и каркас. Сооружение. Значит, здесь характеристики материалов. Бетонные колонны ригеля, бетонная плита и грунт. Значит, здесь сегодня мы будем показывать, как решать линейную задачу. То есть здесь все характеристики линейных материалов. Значит, вот размеры. Ну, обычные граничные условия, когда часть массива грунта включается в расчетную задачу. Сначала, значит, первый этап – это расчет просто от собственного веса. Вот как она в аниматоре программы «Софистик» выглядит, эта расчетная схема. Вот эти красные квадратики, да, это показ связей, которые наложены на некоторые узлы. Вот в аниматоре программы «Софистик» вы имеете возможность поглядеть, ну, примерно, как деформируется ваша расчетная схема. Ну, это зачем нужно? Просто хотя бы для того, чтобы проконтролировать, а правильно ли вы задали нагрузку, и как бы соответствует ли деформация системы здравому смыслу, который вы отведите. Так, перестал реагировать. Так, вот, значит, дальше следующее обстоятельство. Для того, чтобы решить такую вот, казалось бы, простенькую задачу, да, гармоническую нагрузку, значит, необходимо использовать редактор и использовать текстовый ввод. То есть в программе «Софистик» нет возможности в интерактивном режиме на экране задать гармоническую нагрузку. Ну, сначала вы должны, значит, создать расчетную схему, импортировать ее в базу данных, и после этого можете уже... Так, а почему она не двигается? Перестала? Нет. Ну, наверное, потому что опять мышки не сли. Нет, я все время только и работал. Если кнопку будет продолжить, пока слайдус. Так, вот я говорил вот про это, да, но, по-моему, на экране не было вот этого. Значит, вот это аниматор, да, который в данном случае показывает, как деформируется набранная вами расчетная схема от собственного веса. Так, так вот теперь про то, как задавать динамическую нагрузку и решать задачу. Вот необходимо использовать вот этот редактор, который в программе «Софистик» называется «Тедди», и, соответственно, язык, который там называется «Кадынп». Значит, необходимо сначала создать расчетную схему. Это можно сделать, повторяю, с помощью экранных средств, потом экспортировать его в базу данных, и вот после этого можно начинать задавать нагрузку. Ну, сначала пару слов про вот сам этот редактор. Значит, после того, как вы экспортировали базу данных, набранную вам схему базу данных, вам доступно ее полное описание, которое вы можете посмотреть, но оно ничего как бы странного и необычного себя не представляет. Есть вот описание каждого узла с его координатами, описание каждого элемента, опять-таки, с номерами узлов, координатами, которые были уже там. Здесь еще что? Вот тип элемента, извините, тип материала, который описан и приписан данному конечному элементу, ну и толщина, поскольку это элемент плиты в данном случае. Дальше вот объемные элементы, восьмиузловые объемные элементы, то же самое с типом материала. Это, повторяю, просто как бы тут вы ничего в текстовом редакторе не делаете, это просто вы можете поглядеть после того, как экспортировали базу данных, набранную вами с помощью экранных средств, расчетную схему. Так, вот задача будет решаться следующая. Значит, вот в четыре узла, вот они тут помечены красным, да, наверное, хоть слабо, но видно, в четыре узла на фундаментной плите будет приложена гармоническая нагрузка. Значит, для этого нужно вот заполнить одну такую строчку. Значит, здесь что сделано? Перечислены номера узлов, дальше сказано, что нагрузка будет действовать до оси Z, и дальше, если она гармоническая, то вот вам необходимо задать три цифровых параметра. Первый параметр – это период, второй параметр – это амплитуда нагрузки, ну и дальше сдвиг по фазе. Значит, в данном случае это просто ноль. То есть… Так, опять не то, чего-то нажал. Нет, не надо, это я. — Я тебе не искать, кто может, пожалуйста. — Да, спасибо. Значит, после того, как вот эта строчка набрана, да, и после завершения расчета, или просто, если вы вызываете этот модуль до реального расчета, просто модуль, который сдает нагрузки, вы имеете возможность потом в постпроцессоре, который в программе Sofistic называется Ursula, да, вот поглядеть, а что же вы, собственно говоря, задали. Вот здесь график нагрузки и полное ее описание. Узлы, которым она приложена, значит, период, амплитуда, все видно, как бы. Так, первым этапом что? Вычисление собственных частот и форм колебания. Значит, тут мы хотим, допустим, вычислить первые 10 собственных форм и частот, при этом задать модальное затухание 5%. Вот для этого необходимо задать вот такие вот две строчки. Вот тут перечислены 10 собственных частот и модальное затухание 5%. Ну, опять же, после этого, пусть только расчет произведен, вы в обычном виде в табличном форме можете увидеть эти частоты. Вот 10 собственных значений. Ну, как обычно, это радианы в секунду, герцы, периоды, все здесь как бы перечислено. И сами собственные формы вы можете, опять же, поглядеть в аниматоре. Вот здесь это табличный вывод собственных форм колебаний, перемещение по ним. И вот здесь, допустим, пятая форма собственных колебаний, которую вы видите в аниматоре. Так, ну а дальше все зависит от того, что мы хотим увидеть, как результат расчета. Значит, здесь, допустим, мы хотим увидеть перемещение вертикальное вот тех самых узлов, которые приложена нагрузка, вот эта гармоническая. Вот для этого надо набрать следующие три строчки. Что здесь существенно? Вот перемещение UZ, это значит вертикальное перемещение. Дальше номера узлов. Ну и ссылка на ту нагрузку, от которой мы хотим это сосчитать. Здесь будет просчитан некий временной отрезок, величина которого задается вот в этой самой, во второй строке. Значит, здесь на самом деле надо вот это число 100 умножить на вот этот шаг по времени. Это значит, что мы получим 0,25 секунды. Да, вот в течение 0,25 секунд мы хотим увидеть, как меняется перемещение вот этих четырех узлов по времени. Ну и дальше мы хотим увидеть, собственно говоря, на графиках вот эти самые перемещения. Вот здесь написано, что в течение 0,25 секунды для этого нужно еще набрать три строчки. Вот мы хотим увидеть историю по времени перемещений UZ в тех самых четырех узлах, которые были в предыдущих строчках записаны. Ну и если мы хотим, допустим, все эти графики для всех этих узлов совместить на одном рисунке, должна быть набрана еще одна строчка. Значит, здесь перечисляются номера узлов, а дальше условные цветовые изображения, цифры, соответствующие цветам графика, которыми будут перемещения соответствующего узла, выделены на экран. Ну и вот, что мы тогда будем видеть в постпроцессоре УРСУЛА. Вот это перемещение указанных четырех узлов. Каждая, значит, имеет свой цвет. И, соответственно, вы можете анализировать там амплитуду и что еще вас интересует. Так, дальше показана следующая возможность, которая, естественно, тоже обязана быть. В любой программе, которая считает такие задачи, построение амплитудно-частотных характеристик. Значит, вот здесь что имеется в виду. Частота, вынуждающая сила, будет меняться от 0 до 5 Гц. И дальше мы хотим, опять же, те же самые вертикальные перемещения узла, увидеть, как они зависят от времени. Ну, для этого надо набрать еще вот несколько таких строчек. Значит, здесь написано, в течение какого времени мы хотим, то есть, извините, не времени, а какой интервал по частоте мы хотим рассмотреть. Значит, в данном случае это будет от 0 до 5 Гц. Ну, и дальше, опять же, перечислены эти узлы и, соответственно, цвет графика, которым будут результаты. Вот, пожалуйста, то, что мы увидим в постпроцессоре. Значит, опять перемещение всех четырех узлов в зависимости от частоты вынуждающей силы. Ну, здесь специально взят интервал, значит, да, когда у нас резонанс на одной из собственных частот наблюдается. Поэтому вот тут резкий пик мы видим. Так, так вот, этот самый язык программирования Кадым, естественно, позволяет продемонстрированные результаты получать не только для отдельных узлов, но и для любого конечного элемента, будь то стержень, пластина, объемный элемент. Для любого усилия, напряжения, изгибающего момента. Вот дальше показаны соответствующие примеры, да, как, например, изгибающие моменты в плите проанализировать, вывести на экран, или анализ напряжения в основании произвести. Значит, выбирается просто несколько элементов. Дальше, вот, допустим, мы хотим изгибающие моменты. Так, мы должны набрать вот такие несколько строч. Значит, вот здесь показано, какие моменты нас интересуют. M, Y, Y, M, X, X. Дальше, соответственно, номера узлов. Ну и дальше, какие графики мы хотим построить для них. Ну вот, как пример, то, что мы будем видеть, опять-таки, в постпроцессоре, например, для изгибающего момента M, Y. Значит, это просто, повторяю, зависимость изгибающего момента во времени. Естественно, в этой линейной задаче тут у вас, как бы, частота совпадает с частотой унуждающих силы, и реально вас интересует только вот амплитуда. Ну, кстати, тут у нас не показано на слайде, да. Максимальные значения этих величин вам не нужно специально выводить. Они у вас в табличном постпроцессоре уже, как бы, сосчитаны программой. Так, и дальше, как я говорил, пример того, как это делается для, например, напряжения и в основании. Вот здесь выбран один какой-то определенный конечный элемент основания, все три напряжения нормальных, которые мы хотим. Вот надо делать то же самое примерно. И вот пример того, что при этом мы увидим в постпроцессоре. Вот график зависимости напряжения вертикального дна в каком-то конечном элементе от времени. Ну, вот это, как бы, содержательная часть все. Дальше некие комментарии, которые, я считаю, необходимо сказать. Некоторые выводы здесь написаны, но комментарии я хочу все-таки сделать. С точки зрения, конечно, вот рядового пользователя, это недостаток, что мы не можем с помощью экранных средств задать такой, в общем-то, достаточно простой вид нагрузки, как гармоническую нагрузку. Программа «Софистик» требует сразу, как бы, элементарного хотя бы владения вот этим самым языком. Ну, ситуация здесь, с моей точки зрения, может быть охарактеризована или прокомментирована двумя моментами. Первый момент – аналогия. Она хоть и не очень, как бы, точна, но, тем не менее, на мой взгляд, правильно отражает некоторые моменты. Можно всю жизнь программировать на языке фортран. И вам достаточно этого будет для решения, ну, если не ста, то без одной десятой процента ваших практических задач. Но можно программировать на языке, например, C, в котором вы имеете возможность добираться до любого бита памяти. Повторяю, это не обязательно для решения подавляющей большинства задач, но если вы это умеете, привыкли и научились пользоваться, то это становится крайне удобным. И вы этим будете часто пользоваться, и это очень сильно расширит ваши возможности. И чтобы пояснить, в каком направлении это расширит ваши возможности, я вот скажу свое второе соображение. Дело в том, что аналогичный язык существует во многих программах. Например, всем хорошо известна программа SCAD. Естественно, большинство пользователей сейчас и не подозревает, что там есть язык такой ввода. Но на самом деле он есть. И если вы им владеете, то вам сильно жизнь облегчается. Я вот, кстати, не знаю в новой версии SCAD, будет ли там сохранен синтекс языка. Сейчас я приведу конкретный пример, с которым мне самому приходилось сталкиваться в реальной расчетной работе. Представьте себе, что у вас есть перекрытие большое. Вот оно вами разбито на сотни конечных элементов, плоских, плита. По контуру перекрытия задана распределенная нагрузка. Но я опускаю ваше мучение, которое придется, чтобы задать эту нагрузку. Задана она. А теперь представьте себе, и так, по контуру, значит, распределенная по линии нагрузка на элементы плиты. А теперь представьте себе, что эта нагрузка вдруг изменилась. Вам нужно это поменять. Что вы вынуждены сделать? Вы вынуждены пометить вот каждый этот элемент. А если у вас большое перекрытие, элементы маленькие, вы сначала увеличиваете на экране, тыкаете это, потом сдвигаете. И вот только, когда вы весь контур пометили, вот после этого вы залезаете в загружение, выбираете нужную нагрузку, ее изменяете. А представьте себе, что у вас 20 этажей, и вам на каждом этаже нужно сделать то же самое. Вы будете долго плакать, прежде чем заставите себя сесть и потерять в тупую минут 40-50 на такую работу. А вот если вы владеете входным языком программы SCAD, вам достаточно в одной строчке изменить одно число. Все. Вот представьте себе, одна строчка, одно число и 40 минут тупой работы. Это реальный пример, говорю, с этим каждый сталкивался, кто реально считал. Вот примерно то же самое предоставляет и язык Кадым. Понимаете? Если им владеешь, у вас сильно расширяются возможности. Ну, на этом я заканчиваю. Готов ответить на вопросы, если они есть. Вопросов, наверное, нет, да? Спасибо.